Тут в первой секции баттл особо не получалось, и, наверное, во второй не получится, потому что под многим тем, что сказал предыдущий лектор, я подписываюсь полностью, абсолютно. Сейчас немножечко все-таки баттл. Ну, для нас эндоскопическое удаление и хирургическое удаление – такой немножечко баттл между Востоком и Западом, потому что Восток уже давно за ЕСД, и для них ТЭМ умерла вообще как методика, а Запад за ТЭМ, и, по-моему, ЕСД не признает, и признавать в ближайшее время не собирается. Уже очень много было у нас с гайдлайнах сегодня показано. Я сегодня покажу гайдлайн НССН, который вообще не говорит о эндоскопическом удалении, как о возможном выборе при ранних карциномах в прямой кишке. Следующий эсманский гайдлайн, который не говорит ничего про эндоскопическое удаление ранних карциномов в прямой кишке вообще. И европейские рекомендации 2016 года, которые для нас, мы когда их увидели и прочитали, вот слайд зеленый, так обрадовались, потому что эндоскопическую диссекцию и эндоскопическую резекцию приняли как метод выбора для ранних карциномов в прямой кишке. До 20 мм разрешили удалять эндоскопической резекцией, после 20 мм больше опухоли эндоскопической диссекции в подследственном слое. А потом они сделали в конце этого гайдлайна по прямой кишке сноску. Я вам ее немного переведу, она такая очень обтекаемая. Они говорят о том, что эндоскопическая диссекция в подследственном слое очень технически сложный метод. И вот, наверное, в западных странах он пока технически невыполним, потому что достаточного опыта не бывает. И все еще эндоскопическая резекция – это метод выбора. Но это все карциномы меньше 20 мм. И все еще хирургия является золотым стандартом для удаления ранних карциномов в прямой кишке. Ну, я к батлу между Востоком и Западом. Это мнение японцев, это японский гайдлайн, где они считают, что карциномы инситу и Т1 опухоли СМ1 инвази должны удалять эндоскопической диссекции в подследственном слое эндоскопической резекции. Без разницы, как главное, что эндблок. Если это радикальная резекция, соответственно, это наблюдение. Если это резекция нерадикальная по вертикальному или горизонтальному краю, соответственно, это хирургическое лечение. Ну, что такое радикальная или нерадикальная? Критерии радикальности – это, естественно, дифференцировка опухоли, это, естественно, глубина ее инвазии в подследственный слой. И вот я немножечко с Евгением Игнатьевичем не соглашусь по поводу того, что морфологи плохо оценивают препараты после диссекции, потому что у них не полностью подследственный слой, не с мышцей. Потому что у них есть такой критерий, как тумор-бадинг – это опухолевые клетки, последние опухолевые клетки в присланном компоненте. И тумор-бадинг G1 – это полностью эндоскопическая радикально удаленная резекция. Ну и, соответственно, отсутствие лимфоскулярной инвазии, которая, безусловно, прогностически нас готовит к хирургическому лечению с лифодиссекцией. Ну, как можно удалить опухоли в прямой кишке? Понятно, что их совершенно спокойно можно удалить трансфонально-микрохирургически, а эндоскопически – вот такими несколькими способами. Это полипоктомия, резекция слизистой, профрагментарная резекция и диссекция в подслистом слое. Ну, почему от петлевой резекции мы отошли и вообще практически не пользуемся? Потому что при маленьких опухолях, меньше 20 мм, мы можем совершенно спокойно-то убрать единым блоком по горизонтальным краям. Но что будет в вертикальном крае, всегда очень сложно прогнозировать, потому что ты этот край, этот слой не видишь. То есть ты накидываешь петлю и, грубо говоря, удаляешь подслизистый слой вслепую. И вот тут, наверное, возможность недобрать и получить меньше тысячи микрон подслизистого слоя, соответственно, если что, положительную границу вертикальную. Здесь это очень высокий процент. Что касается профрагментарного удаления, по моему мнению, профрагментарного удаления карцином в кишке – это вообще какие-то вопросы о юриспруденции, потому что это R1 – заведомо резекция. Это резекция, которая обрекает пациента даже при возможности радикального удаления на хирургическую операцию, потому что это все еще R1 или Rx, потому что в крае когуляционного среза никто никогда не оценит глубину инвазии в микронах и не в микронах тоже, потому что там просто ожог. Почему Восток и Запад, вот тренд исследования, почему они разделились? Потому что Восток всегда за N-блок резекцию. Восток всегда за то, чтобы потом растянуть препарат, чтобы не было уложено позитивных горизонтальных краев. Запад себе зачастую позволяет письмилу резекцию, что ведет к R1 резекции. Ну вот мне кажется, если такую карциному где-нибудь удаляли, я не знаю, в Брюсселе, в Голландии или в Германии, в этой ситуации сделать EMR – это 100% парфагментарная резекция. То есть ни в одну петлю это не войдет. Что бы сделали на Западе здесь? Естественно, темп. К вопросу о рецидивах. Рецидивов после транссиональных резекций, я, честно говоря, для меня это такой немножечко нонсенс, потому что, ну мне кажется, что хирургически ты забираешь все полностью широко, глубоко, но все-таки они есть, и в Генгии начальник говорил, что они не маленькие. Все-таки 8% – это достаточное количество рецидивов. И связаны они не только с величиной опухоли, но и с отстоянием ее от аноректальной линии, от зубчатой линии. И рецидивы бывают разные. Вот ситуация пациентки не раз, по-моему, с 2012 года, ей многократно удаляли, и кто там только не поработал, и эндоскописты письмилили, и у нее транссиональное сечение было, и в результате ей сделали по поводу доброкачественной тубулярной аденомы переднюю резекцию и получили рецидив. Потому что если вы видите, вот он, астомоз. Вот что в этой ситуации делать? Вот такие рецидивы можно ли получать после хирургических операций? К вопросу о границах. Почему они, наверное, случаются? Вот здесь очень хорошо видно границу опухоли, посмотрите. Но такую картинку вы можете получить только эндоскопически, потому что это узкоспектуальные режимы. Вот такую картинку, эту опухоль, вы получите в белом свете. Но мне кажется, найти здесь границу действительно тяжело. Вот отсюда, наверное, возникают эти местные рецидивы по горизонтальной границе. Ну, по поводу ограничений методики. Если мы берем циркулярные субциркулярные опухоли, ограничений в диссекции нет. Это, конечно, более сложные пациенты потом, потому что все они обречены на периодические сеансы гужирования или баллонной дилетации. В транссональных методиках не всегда это случается. Почему? Потому что два года назад Евгений Геннадьев был у нас на сессии, показал нам великолепные свои анастомозы, когда он накладывает их транссонально при протяженных опухолях. Это просто услада для глаз, потому что даже если структура формируется, это совершенно другая структура, она короткая, она такая поросовидная, с ней очень легко бороться, и гораздо меньший период для того, чтобы пациента, грубо говоря, отпустить под наблюдение. Распространение на анальный канал. Ну, для диссекции это вообще не проблема, то есть мы оперируем все везде, и это не проблема для нас совсем. Насколько я знаю про транссональных иссечениях, это отстояние от зубчатой линии, по-моему, на 4 сантиметра, и вот это 4 сантиметра – это такая некая слепая зона для вас. Для нас также не проблема, если эта опухоль распространяется из прямой кишки на сигмовидную, то есть тут методика операции никак не меняется. По поводу рубцовых изменений, да, мне кажется, скорее нужно делать эндомикрохирургические операции. Почему? Потому что слоя нет, вариантов для перфорации очень много, и, наверное, если методика эта отработана, и транссональное иссечение делается постоянно на постоянной основе в центре, мне кажется, в этой ситуации для того, чтобы просто сделать лучше пациенту, нужно выбирать именно эндомикрохирургические вмешательства. Ну, мы с вами одну статью читали по поводу кост-эффектив. Я недавно из Кореи вернулась, и могу сказать, что они не просто так выполнили вот этот анализ, потому что у них действительно диссекция не покрывалась из-за их страховки. И вот буквально два года назад они диссекцию включили, и теперь у них действительно диссекция входит в страховку и отрабатывается полностью, потому что она действительно дешевле, чем транссональная методика. Почему диссекция была несколько дешевле, а там короче? По моему мнению, это только General Anastasia, потому что до нее за сутки они клали пациентов, и, соответственно, на одни сутки дольше держали, делали больше лабораторных анализов. Только из-за этого, мне кажется, тема проиграла как методика по деньгам. Ну, по поводу осложнений. Я не буду сейчас пока останавливаться на перфорациях и кровотечениях. Это осложнение, которое случается что после одной, что после другой методики. Разницы никакой нет. Но вот к вопросу о малоинвазивном вмешательстве, такой целый шаттл в прямой кишке, естественно, травматизация сфинтера, она происходит. И мы говорим все-таки о мини-инвазивной методике. То есть вот эти вот снижения давления сфинтера до 6 месяцев, которые после полугода разрешаются, наверное, и человек живет спокойно, наверное, это не было бы проблемой, если бы мы не говорили о мини-инвазивных методиках. По поводу перитениальных перфораций. Ну, перфорации с выходом брюшной полости после тем встречаются от 0 до 9%, кровотечение в 10%. Вот по поводу вхождения в брюшную полость. Такие ситуации есть и при эндоскопических диссекциях в последствиях слоя. То есть это не проблема, ну, как бы, действительно есть, что там, что у этой, что у этой методики. Но наши перфорации, они вот такие вот. Они не очень большие, они совершенно спокойно закрываются эндоскопическими клипсами. Не всегда мы их даже разрешаем сразу, как только делаем. То есть иногда мы делаем перфорацию, так происходит, мы доделываем диссекцию, и, грубо говоря, эти перфорации потом клипируем. Какой-то выраженной проблемы у нас ни разу такой не было, скажем так. Потом мы все-таки работаем в прямой кишке, где выход в мезоректум или в брюшную полость – это не такая большая проблема. По поводу эндоскопической диссекции и хирургического удаления. Вот по поводу Востока. До внедрения в Токийский национальный центр методики диссекции, эндблок диссекции в подслистом слое, у них до 20% всех опухолей в прямой кишке удалялись, ранних опухолей в прямой кишке удалялись методом хирургическим. После внедрения у них это снизилось до 1%. То есть эта методика у них уже давно имеет свое место. Более того, диссекция растет, и количество диссекций растет, потому что, если мы посмотрим, здесь есть ранний рак пищевода, желудка и толстые кишки. Если пищевод остается на месте, то что желудок, что толстая кишка, количество диссекций прогрессивно растет с годами, потому что эта методика распространяется. Почему мы ее любим? Почему мы считаем, что это крайне контролируемая методика? Потому что вот видите, какой подслистый слой? Синий. Его абсолютно видно. Видно, где мы отходим от мышцы. Мы стараемся работать от мышцы, чтобы забирать как можно больше подслистого слоя. Абсолютно контролируемые сосуды, соответственно, абсолютно контролируемые, если случаются осложнения. Ну вот недавно у нас была пациентка, 38 лет женщине. Если вы сейчас заметите, у нее протяженная более 10 сантиметров опухоль, которая идет сразу от зубчатой линии. Но, по моему мнению, я так понимаю, что транссональное сечение здесь не сделать. И получается пациентке делать экстрапацию прямой кишки только потому, что нет метода диссекции. Ну, в 38 лет по поводу доброкачественного образования, наверное, это как-то жестоко очень. Это послеоперационный дефект. Сейчас я покажу с инверсией, как это действительно прямо идет сразу-сразу за зубчатой линией. Да, наверняка она будет обречена на сеанс абужирования, но за полгода они разрешатся, и она совершенно спокойно со своей прямой кишкой будет жить дальше. Ну, проблемы с абужированием, они всегда бывают, особенно вот когда вот такие вот опухоли удаляешь. Они не маленькие, безусловно, эти пациенты стенозируются. Структуры возникают в 60-70 случаях при сечении более половины окружности и практически 100% при циркулярном сечении. Но для их коррекции требуется от 2 до 6 месяцев. Но такие протяженные более 10-сантиметровые структуры, это полугодовые сеансы абужирования раз в неделю, раз в 2 недели. Наверное, если брать вот ваши классные анастомозы, это слишком долгий период, но тем не менее. Ну, наши результаты скромные, не очень большие. У нас всего было выполнено 84 дископические диссекции в прямой кишке. Большинство из них было выполнено из злокачественных новообразований, ранних злокачественных новообразований. У нас была одна конверсия доступа, когда мы зачем-то удаляли экстрагенитальный демпетриоз. R1-резекции по глубине инвазии были в 4 случаях. У нас не было ни одной R1-резекции по горизонтальному краю после эндоскопических диссекций в подследственном слое. Хочу обратить внимание. У нас было 3 послеоперационных кровотечения и 7 структур, которые точно так же абсолютно спокойно были разрешены эндоскопически. Ну, что касается выводов. Трансинальная методика – это метод выбора, наверное, при рецидивных опухолях для нас. Она, безусловно, не имеет конкуренции при условно-радикальных Т2-опухолях. Мы сегодня очень много слушали по хирургическому лечению и по лучевой терапии. Все-таки есть иногда пациенты, не курабельные по этим двум методикам. Действительно, может быть, трансинальное сечение здесь могло бы сыграть свою роль. Но при удалении доброкачественных и ранних злокачественных новообразований имеет большое ограничение при несколько большем количестве рецидивов и осложнений, по нашему мнению. Спасибо за внимание. Очень интересное сообщение и такая вот борьба между Востоком и Западом. Но мы такая страна, Россия, которая вот объединяет Восток-Запад. У нас, как вы видите, уже, по крайней мере, несколько клиник таких появилось. Здесь вот в Санкт-Петербурге уже осваивается и та, и другая методика. И я знаю, что и во Владивостоке есть такие клиники, и в Ярославле. Поэтому на самом деле эта методика завоевывает, я имею в виду, подслистые диссекции и трансфональной микрохирургии, и многие регионы нашей страны. И, конечно, вот что касается прямой кишки, то мне так кажется, что здесь вот у нас пока, конечно, это сложилось так по практике, поскольку с нашей точки зрения ничем пока вроде бы в плане сравнительного исследования не доказанное, но мы так условно разделили. Эта борьба была между не Востоком и Западом, а между эндоскопистами и хирургами. И решили таким образом, что для эндоскопистов это слишком сладенько предоставлять прямую кишку, и мы определили им ободочную. И на сегодняшний день из ободочной, только из правых отделов. У нас сейчас оправированная кандидатская диссертация из правых отделов подслистых диссекций. Я забыл, сколько там, Евгений Геннадьевич, вы не помните, но где-то около, по-моему, двух сотен. И, конечно же, я еще раз хотел бы сказать, я, например, с нетерпением жду появления устройства концевого Сергея. Когда мы бьемся за то, чтобы его привезти на наш рынок, конечно, это повлияет на стоимость, потому что само устройство по ушиванию через колонскоп дефектов в ободочной кишке, оно стоит хороших денег. Но это точно совершенно снимет все сложности, потому что вы правы тысячу раз, что нет проблем, когда отверстие имеется в прямой кишке, и спокойно можно это укрыть клипсой. Но совсем другая история, когда это происходит в ободочной кишке, особенно в правых отделах. Эклипса не так идеальна, учитывая, так скажем, аккуратность и тонкость самой стенки правых отделов, положим, в ободочной кишке. Но вместе с тем я очень рад, что вот и у вас тоже уже накапливается какой-то опыт в интернациональной микрохирургии. Если пообсудите со своими начальниками, если вы будете готовы подключиться к нашему исследованию, которая сейчас стартовала, то это будет достояние для всех, это будет все-таки мультицентровое, и тогда, так скажем, рейтинг его существенно возрастет. Поэтому поговорите со своими руководителями на этот предмет. Спасибо, вы сделали очень хорошую презентацию. Продолжение следует...